Все. Кто не успел, подтянется потом. У нас сегодня лекция про... Изначально курс назывался «Безопасность интернет-приложений», но так как вам повезло, и вы успели прослушать еще курс про мобильную разработку в прошлом году, то, видимо, и говорить мы будем в этом семестре и про веб-приложения, и про мобильные. Как это все будет устроено. У нас с вами будет лекция раз в две недели, а в другую неделю, то есть тоже раз в две недели, у вас будут лекции про автоматизацию тестирования. То есть мы где-то за семестр, наверное, 7 или 8 занятий спеем. Какие-то из них будут только лекции, какие-то там пополам лекции с семинаром. Домашки я задавать не буду. А что нужно будет сделать, чтобы получить зачет, я ближе к концу курса расскажу. Ну, по сути, прийти на все семинары. Ну, и сделать что-то на них. Кто я такая? Меня зовут Саша. В Одноклассниках я занимаюсь безопасностью приложений. Меня можно добавить в друзья на портале Технополиса, написать мне на почту, зайти в Одноклассники, не знаю, там подойти лично, если есть вопросы. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, как сделать так, чтобы код, который вы пишете, был безопасный. Почему мы про это говорим? Потому что безопасность информационных систем это такой большой хайп последнего времени, поскольку все больше активности разной, там экономической, социальной, переезжают в цифровую область, там больше денег, больше стимула у злоумышленников взламывать системы, соответственно, больше инцидентов происходит, и каждый инцидент стоит дороже и приносит больше ущерба. Ну вот на слайде в левой части такая маленькая инфографика про все хаки последних 20 лет. Но здесь чем крупнее бабл, тем больше пользователей пострадало, но в количестве пострадавших пользователей может быть не очень интересно мерить. Поэтому в правой части слайда топ-топ 5 инцидентов, связанных с компьютерной безопасностью за последний год, отсортированных по суммарному ущербу в деньгах. То есть самые, ну вы, наверное, не знаю, если вы следите хотя бы немножко за новостями, слышали про инцидент с Фейсбуком, то есть Фейсбуку не повезло, у него было несколько инцидентов подряд, последний был с тем, что они публиковали сессионный токен пользователя, в коде страницы, то есть любой зашедший на страницу пользователя мог там на страницу, не знаю, там вашу я могла зайти и где-то в коде страницы найти сессионный токен, который позволял мне получить доступ к вашему аккаунту. И по оценке Фейсбука таких токенов утекло около 50 миллионов, и Фейсбук за это получил штраф, я уже не очень помню, но там сколько-то миллионов фунтов. Следующий примерно похожий по масштабам баг был в Гугл Апи, там API позволял сторонним приложениям получать доступ к информации, которой у них по идее не должна быть, про социальный граф. Следующий Uber, Uber, на самом деле Uber хакнули еще в 2016, там утекло много данных пользователей, в том числе пароли и личные данные, но долго тянулось расследование, и в прошлом году Uber присудили огромный штраф. Ну то есть это вот цена одного бага, по сути. Ну и две криптовалютные биржи тоже пострадали. С чем нам надо с вами сегодня разобраться? Сегодня мы ни про какие уязвимости говорить не будем, нам нужно понять, что такое вообще безопасность приложения, да, в терминах информационной безопасности, какими свойствами это приложение должно обладать, чтобы мы могли называть его безопасным, и поговорим про всякие подсобные вещи, там какие-то инструменты, которые у нас есть для того, чтобы делать наши приложения безопасными. Значит, сначала вообще, что такое безопасность? Вот в терминах информационной безопасности говорят, что система безопасна, если она обладает четырьмя свойствами. Первое свойство это конфиденциализм, ну понятно, да, всем, что это такое. То есть информация, которая должна быть секретной, остается секретной. Второе, целостность, ну тоже название понятное, доступность. То есть я думаю, что это тренинг, надо объяснять, что это такое, вроде не всем понятно. Четвертое, несколько более сложное, апеллируемость. Система называется апеллируемой, если мы для каждого действия в системе можем определить того, кто это действие инициировал. Ну то есть, если у нас, например, списали деньги со счета, то мы точно знаем как бы по инициативе там какой системы или какого пользователя в системе это действие произошло. Соответственно, если у нас для того, чтобы называться безопасной, система должна была дать четырех свойствами, значит, нарушение безопасности это нарушение одного из этих четырех свойств. Какие еще нам надо знать понятия, чтобы рассуждать о безопасности информационных систем? Часто оперируют таким понятием как актив или ассет это любой объект, который находится под нашей защитой. То есть, если мы, например, говорим про информационную систему типа одноклассников, про какое-нибудь веб-приложение, то какие у нас есть активы? У нас есть, собственно, наша инфраструктура, у нас есть данные, которые мы храним, у нас есть, возможно, какие-то деньги, которые мы оперируем. То есть, если пользователи нам платят, у них есть какие-то деньги на счетах, то это для нас тоже актив. Уязвимость это некоторая ошибка в системе, которая потенциально позволяет нарушить ее системой безопасности. Атака это попытка эксплуатировать уязвимость для того, чтобы нанести системе ущерб. Ну и, соответственно, угроза это потенциальная возможность проэксплуатировать уязвимость и этот самый ущерб получить. Понятно? Вот так. Здесь вроде ничего научного, просто чтобы мы с вами на одном языке говорили. Вот если мы говорим про угрозы, ну вообще, как вот, представьте себе, что у вас есть, вы вот уже написали и эксплуатируете информационную систему, как бы вы подошли и почему-то не задумывались про безопасность. С чего бы вы начали мероприятие по обеспечению безопасности? Ну вот так вот. попытаться сломать ее как найти уязвимость. Ну а как найти? Вот есть система, ну вообще, не знаю, абстрактная там, социальная сеть одноклассники. У вас есть задача, неважно какая, ее защитить или ее сломать. Ну, как начать поиск уязвимости? Ну, не знаю, как к этому подойти. Ну, близко. то есть, я не знаю, первое, что вы сделаете? Ну да, как бы изучение системы, в общем, в принципе, да, то есть нужно изучить, как система устроена, зачем нам это надо сделать, чтобы понять, какие там могут быть уязвимые места. Ну, в целом, так и делают, когда система защищает, ну, примерно. Есть разные пути, но такой самый канонический, наверное, правильный, построить модель угроз. Ну, то есть, если у нас есть система, то мы, для того, чтобы понять, как нам ее защищать, мы должны знать, от чего мы строим модель угроз. Модель угроз можно строить тоже по-разному. Вообще, можно угрозу по-разному, естественно, формулировать, классифицировать. Ну, вот есть вариант, он изначально был предложен Микрософтом, он хорошо запоминается, потому что складывается в аббревиатуру, вот я предлагаю с него начать. Значит, все угрозы, в системе определяются компоненты, активы, которые в этой системе есть ассеты, определяются потоки данных между этими системами, и дальше каждому вот из этих компонентов, да, там, к ассетам, к потокам данных, к каким-то там компонентам, как сказать, группам, композициям из этих ассетов применяется одна из следующих угроз. То есть, они все в аббревиатуру страйк складываются спуффинг, тампоринг, репудиейшн, информэшн дисклоза, динайл оф сервис и элевейшн оф привилеч. Я, честно говоря, не думаю, что надо переводить, но так, краткое пояснение. Значит, спуффинг — это любые попытки поделать данные. То есть, если я в системе представляюсь не тем пользователем, которым являюсь на самом деле, или если я делаю запрос, например, я делаю запрос к серверу одноклассников, используя, не знаю, там, браузер хром и каким-то образом так меняю запрос, чтобы одноклассники думали, что я андроид-приложение, это тоже спуффинг. То есть, любая подмена данных — это спуффинг. Тамперинг — это попытка перехватить данные. Репудиейшн — помните, я рассказывала про апеллируемость? Репудиейшн — это нарушение этого свойства, то есть попытка представиться другим пользователем или попытка скрыть скрыть источник запроса, источник действия. Разглашение информации в пояснениях не нуждается, отказ какого-то компонента или всей системы и повышение привилегий в системе. Известно, как строятся модели угроз. Мы выбираем какой-то один компонент системы и пытаемся представить себе, каким образом мы можем каждый из этих угроз реализовать. Но у нас будет целое занятие про моделирование угроз. Сейчас просто вкратце, чтобы, как сказать, сейчас такое общее занятие, вводное с высоты птичьего полета, посмотреть на предмет. Как только мы закончили говорить про угрозы и когда у нас есть уже какое-то примерно представление о том, какой список угроз или какая модель угроз существует в нашей системе, мы плавно переходим к оценке рисков. То есть, каждая угроза, она для нас выражается в некотором риске. Риски между собой нужно уметь сравнивать для того, чтобы их ранжировать. То есть, ну, с такой собиходной точки зрения понятно, что есть какие-то, ну, в любом, да, там, в любом контексте ясно, что есть риски более серьезные и менее серьезные. Соответственно, для того, чтобы нам каким-то образом повышать безопасность нашей системы, нам нужно приоритизировать эти задачи. Для этого нам нужно уметь риски выстраивать по приоритету. на самом деле непонятно, как сравнить два риска, которые находятся из каких-то, например, что для вас более критично, утечка данных пользователей или кража какой-то суммы денег. то есть как сравнить вот эти два риска. Существуют разные системы, то есть смысл системы оценки рисков в том, чтобы каждому риску выдать какую-то оценку численную для того, чтобы эти оценки потом можно было сравнить. Соответственно, нам нужно по каким-то параметрам эти риски отскорить, оценить и потом с какими-то весами эти параметры сложить, чтобы получить общую интегральную оценку для каждого риска. Но здесь опять же может быть разный подход. Мне вот нравится данное, часто используется такое, как на слайде. каждый риск оценивается по следующим пяти характеристикам, параметрам. Первый – это потенциальный урон, который может быть нанесен в самом худшем случае. Второй – это его воспроизводимость. Ну, то есть насколько вероятно, что ли, его повторение. Третий – эксплуатируемость. Ну, то есть уязвимость, например, может теоретически существовать, но не быть пригодной к использованию из-за каких-то там, не знаю, дополнительных мер безопасности. Но если мы немножко отвлечемся, сейчас не будем в технические подробности вдаваться, чтобы понять, о чем речь. Скажем, вы забыли запереть дверь в квартиру, но у вас дверь в подъезде закрывается на кодовый замок. То есть вам все равно но оставили дверь в квартиру открытую, вам все равно не зайдет злоумышленник. Это вот эксплуатабилити. Количество пользователей, которые пострадают при реализации этой угрозы. Ну, и то, насколько квалифицированным должен быть атакующий, чтобы обнаружить нашу уязвимость. Соответственно, ну, дальше что происходит? Дальше по каждому параметру риск оценивается, например, по 10-бальной шкале. Дальше эти оценки складываются, и мы получаем какое-то там какое-то число, которое уже можно потом использовать для того, чтобы риски сравнить. Ну, и вот теперь у нас есть наша система информационная, для которой мы построили модель угроз. все угрозы изучили, поняли, какие у нас есть риски, эти риски оценили, составили их в очередь по тому, в каком порядке нам их нужно исправлять, и нам теперь нужно понять, что мы вообще можем сделать в нашей системе для того, чтобы повысить безопасность. То есть, какие есть меры безопасности, которые разработчик системы может применять. первые это различные механизмы контроля доступа. Вопрос на засыпку, кто знает, чем отличается аутентификация от авторизации. Ну, ладно. Аутентификация это пользователи доказывают, что это не на этот пользователь, а авторизация это при заставлении каких-то прав со стороны системы. да, все верно. То есть, наша система должна реализовать на самом деле три функции. Нужно сначала пользователя идентифицировать, понять, кто он, потом пользователь должен доказать, что он это, именно он это аутентификация, и третье, мы должны проверить, что у пользователя есть права на выполнение того конкретного действия, которое он сейчас собирается выполнять. Поскольку мы говорим про веб-приложения, ну, любые, да, клиент-серверные приложения, то у нас тут еще всплывает такое понятие как сессия, которое неотрывно связано с контролем доступа, и, соответственно, мероприятие по управлению сессиями это тоже та часть мер безопасности, которые приложение должно в себе содержать, реализовывать. С нарушением различных правил безопасности в процессе управления сессией связан целый пласт уязвимостей, и мы про них поговорим, наверное, в следующей лекции. В общем, это такой большой кусок. Следующий пласт мер безопасности, которые система должна реализовывать, это контроль над входными данными и обработка возникающих ошибок. То есть основное, если писать какие-нибудь требования к безопасному коду, неважно, на каком языке этот код написан или веб-приложение, мобильное приложение, любая другая технология, как вы думаете, какое будет номер один требование в этом списке? Прямо вот большими красными буквами. Оно на самом деле так и есть во всяких требованиях безопасности разработки систем. Там всегда требование номер один это не доверять входным данным никаким. То есть любые входные данные, естественно, они могут быть подменены либо злонамерены пользователем, либо где-нибудь при передаче, поэтому все те параметры, которые вы получаете на вход, они должны быть проверены. Ну, соответственно, логика проверок, она определяется тем, в каком контексте вы эти данные используете, но в любом случае, если данные получены извне системы, им по умолчанию доверять нельзя. Ну, какие могут быть примеры? Могут быть, например, не знаю, там, какие-то параметры, которые вы получаете, которые в дальнейшем влияют на бизнес-логику вашего приложения. Например, если у вас там, не знаю, формочка оплаты и ваш вызов говорит, что я сейчас плачу там, не знаю, за два билета на самолет ценой в 10 тысяч, то вы не можете, ну, не должны позволять купить два билета на самолет за ту цену, которую мне переданы, которую я передала вам в параметрах. Вы должны пойти куда-то там внутрь своей системы и проверить, что действительно два билета стоят вот именно те самые деньги, которые в параметрах переданы. Если, например, это какие-то там параметры, не знаю, к SQL-запросу, то вы должны проверить, что это, что параметры не содержат, например, там, куски зловредного SQL-я. Ну, в общем, короче, правило номер один это проверять входные данные в любых случаях и контекст проверок определяется обстоятельствами. Ну, и второе правило, которое, в общем-то, близко к этому, все ошибки, которые в системе происходят, они должны ловиться, то есть, они должны быть предусмотрены и они должны быть каким-то образом обработаны. Почему это должно быть сделано? Во-первых, потому что, если ошибка не обработана, ну, когда мы говорим про веб-приложение, то пользователь, мы наружу отдаем какую-то информацию про внутренние устройства системы, то есть, пользователь там видит stack trace или что-нибудь в строке кода, что неправильно. А во-вторых, потому что необработанные ошибки могут потенциально приводить к нарушению логики работы приложения. Вот если у нас какой-то поток упал, например, какие-то там действия не завершились, и мы эту ошибку не отловили и стали, не знаю, какую-то логику продолжать дальше, то, в принципе, может так случиться, что тот порядок транзакций или та логика, которую мы предусматривали для нашего приложения, она не соблюдается. Ну, как пример, предположим, у нас есть веб-приложение, в которое лодинится пользователь, и мы пишем такой код, что там пользователь будет юзернейм и пароль, нам нужно проверить, нам нужно проверить, что юзернейм и пароль совпадают с теми, которые мы храним в базе. Соответственно, мы, что мы должны сделать? Мы должны достать из базы строчку соответствующую этому пользователю, провести какие-то там калькуляции, посчитать хэш от пароля, сравнить их с тем, что пользователь ввел, и потом выдать ему идентификатор сессии. И вот если где-то какая-то такая каноническая из всех букварей ошибка в процессе всех вот этих чтений из базы проглатывать эксепшн. То есть, к примеру, если мы читаем строчку из базы, у нас случается какая-нибудь там ошибка чтения, и наше приложение написано таким образом, что она эту ошибку игнорирует, то вполне может получиться так, что мы выдаем сессию пользователю, который не прошел проверку. на какое резюме обработка ошибок важна, в том числе с точки зрения безопасности, и какие-то ошибки, недоделки в этой области, это тоже потенциальные уязвимости. Следующий набор мер безопасности, которые вы должны применять в своей системе, он относится больше, наверное, к этапу дизайна, архитектуры, чего-то такого. Значит, первое, что вы должны как разработчики или как архитекторы системы сделать, вы должны осознать весь набор данных, с которыми система работает. эти данные должны быть классифицированы по степени секретности, важности, ценности, насколько их можно потерять, насколько они могут быть переданы третьей стороне и так далее. Ну, понятно, что в каждом случае классификация будет разной, ну, то есть это вопрос только аналитиков тех, кто строит систему, но такая классификация должна быть и в ней в том числе должны быть предусмотрены меры безопасности, которые применяются каждому из типов данных. То есть понятно, что, например, пароли пользователя или номера банковских карт они хранятся совсем с другими настройками безопасности, чем, не знаю, какие-нибудь список фотографий, которые я сегодня залайкала. Далее при построении системы применяется такой принцип как принцип наименьших привилегий. Вы, наверное, испытывали его на себе, если вы пользуетесь какими-нибудь там корпоративными сетями или, не знаю, там, а, ну, вот, например, на портале Технополиса. У вас, например, нет прав редактировать расписание, а у меня есть, ну, потому что вам это право не нужно. Соответственно, вот в правильной системе у каждого компонента должен быть ровно тот набор каких-то перемиссий прав, который нужен для правильного функционирования системы. Понятно, что если так не сделать, то это не означает, что у вас сразу непосредственно появится какая-то изюность. То есть такая мера нужна на случай, если у вас уже есть какие-то проблемы потенциальные, о которых вы не знаете, для того, чтобы затруднить эксплуатацию таких уязвимостей. Ну, то есть, предположим, злоумышленники получили доступ к какому-то там одному серверу из многих или, не знаю, там, смогли выполнить код в каком-то процессе, который запущен на вашем сервере. Если этот процесс обрабатывается какими-то минимальными правами, тогда, соответственно, у злоумышленников будут только минимальные права. Ну, и следующий, это даже не принцип, это, так сказать, набор инструментов, которым может приложение воспользоваться. Все возможности, которые предоставляет криптография, они все в вашем распоряжении, и для того, чтобы обеспечить безопасность данных при хранении, при передаче, должны использоваться адекватные криптографические методы. Адекватность методов, естественно, определяется требованиями, в том числе и теми требованиями, которые были в процессе классификации данных выставлены. И есть золотое правило разработчика, как работать с криптографией, нельзя никогда писать свои реализации алгоритмов. То есть вот 99.9% разработчиков не должны сами реализовывать криптографические алгоритмы, правильно взять готовые реализации в библиотеке. Почему? Потому что нельзя быть специалистом во всем, какие-то кастомные реализации скорее всего будут содержать баги, недочеты, непонятно, как это тестировать, а стандартные реализации библиотечные скорее всего багов не содержат. Но если они содержат, то один раз в 10 лет происходит, быстро исправляется, и все об этом знают. Но, соответственно, вы как разработчик про криптографию должны знать, какой алгоритм выбрать в каком случае, где какие применимы и где найти правильную реализацию. Все, больше вам про криптографию ничего знать не нужно. Про криптографию тоже будет отдельная лекция про разные типы алгоритмов, про то, как их правильно использовать, в каких случаях какие выбирать. Ну и последняя мера, которую вы как разработчики систем должны применять. Есть такие два принципа безопасной разработки. Они звучат как по-русски, не знаю, безопасность по определению, что ли, и безопасность в глубину. То есть security by design значит, что вы уже при построении своей системы думаете про безопасность, и тогда, когда вы начинаете вы начинаете построение системы с мыслью в том числе о безопасности, а не пытаетесь приделать безопасность уже сбоку, как еще один компонент вашей системы. Тогда меньше шансов, что вы допустите какие-то ошибки. А если вы их даже допустили, то вам будет их дешевле исправлять, потому что на ранних сроках разработки проекта это делать дешевле. безопасность и безопасность в глубину говорит нам о том, что у нас должны быть меры безопасности, для каждой потенциальной извимости, для каждой угрозы, у нас должно быть больше одной меры безопасности в системе, которая ее устраняет. Нужно это для того, чтобы если на каком-то уровне мы ошиблись, провалились, у нас что-то произошло, то остался все равно еще один уровень безопасности, который нас спасет. Ура! Мы разобрались с общими терминами информационной безопасности, которые нам понадобятся, и теперь нам надо бы еще понять, поскольку мы говорим про безопасность веб-приложений и безопасность андроид-приложений, нам нужно понять, что нам веб и андроид предоставляют для того, чтобы эти самые безопасные приложения писать. Начнем с веб, а потом с андроидом. У вас же уже был курс про фронт-энд, фронт-бэк, что-нибудь такое? Ну, вы знаете, как устроено веб-приложение? Ха! Ну, вот я, у меня есть формочка логина, на ней там юзернейм, пароли, кнопка пойти, да? Я заполняю поля, нажимаю войти, что происходит? В браузере формочка. запрос формируется в пост-запросе. Да. Валидируется на сервер, валидируется. Ну, да, близко. Запрос, а что, пост-запрос, а еще какие бывают? Пост-кет. Ну, круто. Ну, валидируется, проверяется, да, что юзернейм и пароль существуют в системе, и дальше что? Ответ приходит. Какой? Все клево. Ну, с каким-то номером определенным, типа одобряющим. 200, Ну, да. Ну, а в следующий раз, когда следующий запрос, ну, то есть я вот там вот злодинилась, да, следующий запрос я отправляю, как меня узнают. токен может выдаваться при лаглогине. Выдаваться, это что такое? Токен кенерируется при регистрации, а при лагине. Прилагине. И выдается потом нам, мы потом прикажемся по силу передъема. И у нас система узнает, что это. Ну, да, если мы живем в браузере, то как мы его передаем? Это у нас куки, нет? Куки, да. Все так. Ну, в общем, да, это вот основное, что надо знать про приложение, чтобы понимать все остальное, что я скажу про безопасность. А сейчас нам нужно понять, какие… Что такое веб-приложение? Это, в нашем случае, да, приложение, которое исполняется в браузере. Соответственно, сейчас нам нужно понять, какие нам браузер предоставляет инструменты, чтобы делать приложение безопасно. Первый главный принцип, на котором строится вся безопасность браузера, ну, вся безопасность веб-приложения в браузере. То, что называется same origin policy. Кто-нибудь такое слышали? Same origin policy. Origin или origin, я, честно говоря, не помню, как правильно. Это некоторая часть урла. Какая именно? То, что выделено таким розово-красным на слайде. То есть это схема плюс домен, плюс порт. Такое определение оригина определено в RFC 6454. А что такое RFC, вы знаете? Да. Ну, это такой, поскольку интернет, это хаотичное образование, нет единого органа, который законы пишет, то все, то, что мы бы в других случаях называли стандарты, в интернете называется RFC, request for comment, содержит описание каких-то там явлений, не знаю, технологий, дополнительных фичей в технологии, там, еще что-то вроде. Вот, значит, есть такое определение оригина, его поддерживают все браузеры. Same origin policy говорит, что доступ к данным, загруженным с определенного оригина, могут иметь только те скрипты, которые загружены с такого же оригина. Причем origin – это именно вот то, что я выделила розу. То есть, что это для нас означает? Это для нас означает, что если, например, ну, вот у нас есть одноклассники, пользователи Залагинин в однокласснике, да, мы уже поняли, что Залагинин, это значит, что в браузере хранится сессионная кука. Это значит, что сделать запрос к одноклассникам, то есть, HTTP, HTTPS, OCRU, и прочитать данные, которые вернят такой запрос, может только скрипт, который загружен вот ровно с такого же оригина. То есть, что это дает пользователю? Это значит, что пользователь может безопасно ходить по другим страницам в интернете, любым там, какие бы зловредны они ни были. Если наше приложение SameOriginPolicy не нарушает, то данные пользователя в одноклассниках, они находятся в безопасности, потому что никакая другая страница их прочитать не может. Существует несколько способов для веб-приложения, то есть для разработчиков веб-приложения выстрелить себе в ногу и SameOriginPolicy нарушить. Там несколько типичных уязвимостей есть, мы про них тоже потом поговорим. Но в целом, если приложение уязвимостей не содержит, то вот это вот правило, оно в браузере по умолчанию для всех выполняется. Теперь вопрос на засыпку. А для всех ли типов запросов оно выполняется? Вы точно знаете ответ, просто, наверное, не догадываетесь. Ну, например, когда не выполняется. Да вы знаете точно. Ну, вот ресурсы, например, всякие статические страницы могут загружать откуда угодно, там, картинки, скрипты и стили. Но JavaScript он прочитать их не может. Примерно, да, то есть здесь есть такое некоторое противоречие в терминах. Следующий механизм, который браузер нам предоставляет для решения в том числе вопросов с безопасностью, он внезапно является нарушением предыдущей политики. То есть там я говорила, что данные могут прочитать только скрипт, который загружен с того же Ориджина. А здесь у нас появляется, ну, это уже более поздняя технология, CORS, Cross Origin Resource Sharing. Она нам позволяет читать данные, ну, то есть она позволяет скрипту запрашивать и читать данные не с того же Ориджина, из которого загружен скрипт. Ну, например, пример задачи, в котором нам это нужно. Предположим, предположим, есть какой-нибудь сервис погоды, я не знаю, там, GizMeteo, у него есть REST API, и я хочу на своем сайте из GizMeteo, ну, где-то на клиенте уже прямо в браузере, там, запрашивать погоду и показывать пользователю, что сегодня там солнечно, 20 градусов. То есть если бы CORSA не было, как я только что сказала, в своем Ориджин-Полисе не позволило бы мне такое сделать, я не могла бы прочитать ответ от GizMeteo на своей страничке. Нам, соответственно, нужен какой-то способ, чтобы я могла. Для этого есть отдельный набор заголовков, некоторый стандарт в браузере, который позволяет владельцу домена, вернее, владельцу веб-сервиса сказать, что я разрешаю запросы к своему сервису с таких-то и таких-то источников, ориджинов. Как это в браузере работает? То есть если браузер встречает попытку сделать запрос асинхронный, что такое асинхронный запрос? Аякс? Да? Да? Да. Вот если браузер встречает на страничке попытку сделать такой запрос, как это в реальности происходит? Браузер делает не настоящий запрос, а то, что называется preflight. То есть это ровно такой же запрос, который он бы сделал, только с методом options. И серверы мы должны ответить... Ну, если это запрос на другой источник, да, то есть если это запрос в тот же самый, оригин, так не происходит. Если это запрос к другому источнику, когда отправляется сначала preflight запрос, и сервер должен ответить с разрешает он или не разрешает такой запрос. Если сервер разрешает, тогда браузер делает уже настоящий запрос, получает дат, но их читает. Если сервер не разрешает, тогда, соответственно, браузер запрос не делает. Вы видите в developer tool в консоли, там, красной строчке, что такой запрос запрещен политиками CORS, ну и скрипт ваш падает. Значит, как сервер может разрешить? Сервер должен в ответе вернуть заголовки. Он возвращает список источников, которые могут делать запрос, возвращает список методов, которые разрешены в этих запросах, список заголовков, ну, каких-то кастомных заголовков, которым этот скрипт тоже может иметь доступ. Почему эта такая специальная фича нужна? Потому что часто в заголовках передают какие-то там, ну, если куки не актуальны, то нам нужно как-то аутентифицировать с пользователями, например, там, аутентификационный токен, там, сессию передать или еще какие-то там секретные данные. Их часто в кастомных заголовках передают. Для этого есть такой хайдер. И, ну, как бы, какой-то опциональный, да, заголовок, который позволяет закешировать этот результат, ну, чтобы не переспрашивать. Что это для нас значит, как для разработчиков веб-приложения, как вы думаете? Могу ли я не париться и отдавать всегда во всех запросах access control origin звездочка? Ну, могу или нет? Почему? Ну, потому что юбой сможет воспользоваться вашими данными, куки свои поставить и со своего оригина отправить запросы? Ну, то есть я, на самом деле, как бы могу, если мне эти данные не жалко. То есть, если, например, у меня запрос не предусматривает какое-то там разделение прав, ну, если я там погода даю, то я вполне могу звездочку возвращать. А если у меня запрос предусматривает там аутентификацию пользователей, различное поведение для разного пользователя, или там я даю какие-то консенсальные данные, тогда, да, нужно... Вот эта штука должна быть специальным образом настроена. По умолчанию, если сервис никаких заголовков не отдает, то считается, что ничего не разрешено, то есть такие запросы просто не срабатывают. Но это как бы хорошо, да, то есть это максимальные настройки безопасности по умолчанию. Куки. Мы тут говорили, что есть какие-то куки. Что это такое? Куки — это просто кусочек данных, которые сохраняются в брауте. Зачем страница может захотеть какие-то там кусочки данных сохранить в браузере? Могут быть разные причины, то есть они не всегда как-то там связаны с какими-то чувствительными безопасностями вопроса, но в том числе могут быть и такие. Ну, главное, основное, что нас тут беспокоит, что, как правило, в куках хранятся сессии. Сессии — это какая-то там длинная строка, по которой мы пользователю узнаем. То есть после того, как пользователь ввел пароль, мы этот пароль проверили, мы сохраняем в браузере пользователя какой-то там токен, сессию, и дальше эта сессия используется для того, чтобы пользователя аутентифицировать. То есть любой, кто получает доступ к этой сессии, он может сделать запрос от имени пользователя. То есть получается, что это такой самый, самые ценные, да, для нас данные, страшнее всего нам их потерять. Для того, чтобы сделать хранение кук в браузере более безопасным, есть несколько фичей у браузера, они включаются добавлением специальных атрибутов. То есть каждая кука при сохранении, куки сохраняют, то есть как происходит процесс сохранения кук. В ответе сервер добавляет заголовок сет куки, и дальше там просто списком испар имя и значения перечисляет эти куки, которые должны быть сохранены. Для каждой куки может быть определен некоторый набор атрибутов, которые говорят браузеру, как именно эту куку сохранять. Значит, на что мы можем влиять, а на что не можем. Мы можем говорить, как долго эта кука хранится. Для этого мы используем атрибуты expires и max each. Мы можем говорить браузеру, какие домены имеют доступ к этой куки, то есть при запросе на какие домены эта кука должна добавляться к ответу. И у нас есть еще три специальных флага, трудных к объяснению, secure, HTTP only и same side. Значит, secure, куки, если мы ставим этот флажок, то кука передается только по защищенному соединению. То есть если у нас запрос там HTTP с чего-то, то кука к запросу добавляется. Если HTTP, то есть нешифрованное соединение, то кука не добавляется. HTTP only означает, что у нас скрипты не имеют доступ к кукам. То есть, в принципе, по умолчанию JavaScript может куки прочитать, ну, если при соблюдении same origin policy. Но если у куки стоит такой флаг, то JavaScript доступ к этой куки не имеет. То есть кука к запросам добавляется, а скрипты ее не получают. Зачем это надо? Когда-нибудь потом, когда будем говорить про уязвимости веб-приложении. И последний, не так давно появившийся флажок, same side, он указывает браузеру, можно или нет отправлять куку с запросом, который инициировал другой источник. Ну, то есть, предположим, у нас есть одноклассники, я злогинила свои одноклассники, мне сохранили сессионную куку для одноклассников. Есть какой-то посторонний сайт, ну, знаете, там, новостные сайты, у них там всякие там кнопочки типа поделиться в соцсети. Вот когда я жму на эту кнопочку поделиться в соцсети, то как это происходит, там с какого-нибудь, не знаю, лента.ру отправляется запрос к одноклассникам. По-хорошему, к этому запросу должна быть добавлена сессионная куку, чтобы одноклассники меня узнали. Вот сложок same-side говорит, можно это делать или нет. Почему это вдруг стало нужно? Потому что, ну, поделиться в соцсети это полезная фича, все используют, но такое же поведение может быть использовано, например, для того, чтобы трекать ваши запросы, чтобы потом показывать вам более релевантную рекламу, что не всем нравится. Или для того, чтобы просто отслеживать ваше поведение в интернете. Или для того, чтобы эксплуатировать определенного рода уязвимости в приложении. Вот, поэтому владельцу веб-сервиса дана возможность контролировать для каждой куки такое поведение. Ну, соответственно, при максимальном уровне ограничения, если same-side у нас none, то наша кука отправляется только к тем запросам, которые мы имитировали со своей страницы. с куками вроде разобрались. Еще у нас браузер, разные браузеры в разной степени поддерживают, но, тем не менее, есть некоторый набор фич, таких разрозненных, связанных с обеспечением безопасности. Такая самая навороченная, крутая, это Content Security Policy. Реализована она в виде заголовка, который веб-сервис создает браузеру и перечисляет, откуда браузер может загружать ресурсы разных типов. То есть я могу браузеру сказать, что моя страница хочет загружать картинки отсюда и отсюда, а скрипты еще откуда-то, и шрифты там, например, только из какого-нибудь example.com. И тогда любые попытки загрузить ресурсы из других источников браузер будет пресекать. Так, объяснить. Следующий заголовок Extreme Options, он говорит браузеру о том, можно или нет отображать мой сайт во фрейме. Что такое фреймовые фреймы, iFrame? Ну да, в общем-то. То есть я по каким-то причинам могу не захотеть, чтобы мой сайт, да, мою страницу отображали внутри айфрейма. Для этого я могу использовать заголовок из Frame Options, который контролирует, в каких случаях можно, в каких нельзя. Вдруг вы знаете, почему я могу не хотеть отображать свою страницу во фрейме? Ну, такая прикольная уязвимость при нее. Она была модная несколько лет назад. Не знаю, может, вы застали. Такая типа кража кликов, когда, ну, не знаю, есть какая-нибудь там кнопка лайк на Фейсбуке. Ну, то есть есть такой маленький Фейсбук во фрейме с этой кнопкой лайк, а поверх него нарисован другой фрейм с чем-нибудь очень увлекательным, я не знаю, там видеоплееры. Пользователь кликает как будто по видеоплееру, а попадает на самом деле по лайку на Фейсбуке и лайкает какой-нибудь пост. Дурацкий. Вот, то есть этот заголовок, он был добавлен исключительно для борьбы с отуязвимостью как бы по единственной причине такой костыль. И также у страницы есть способ, вернее, у разработчика страницы есть способ явно указать браузеру, какой тип данных он возвращает. Ну, то есть как это работает? Вы знаете, да, что в HTTP-респонс, да, в ответ на запрос не обязательно возвращать HTML, то есть там может быть что угодно, в принципе. Там может быть JSON, там может быть просто текст, там может быть какой-нибудь там, не знаю, кастомный тип данных, что угодно. Можно сказать браузеру, определить, какой тип данных вы возвращаете, в каком формате. Почему это важно для безопасности? Потому что разные типы данных браузер интерпретирует по-разному. И могут быть случаи, что если браузер по какой-то причине ошибается, ну, например, он пытается просто текст интерпретировать как HTML, то он может вдруг найти в этом тексте какие-то конструкции HTML, и тогда мы получим нежелательное исполнение кода. В общем, в наших интересах, ну, опять же, подробности, видимо, на следующей или через одну лекцию, но в наших интересах браузеру сообщить, какой тип данных наше приложение, наш запрос возвращает, и это мы можем сделать с помощью заголовка content type. И есть еще один вспомогательный заголовок xcontent type options. Когда-то давно браузеры умели догадываться о том, какой тип данных, и мы вернули в ответе, то есть, если он явно не указан, браузер по каким-то там вторичным признакам пытался угадать что-то такое. И иногда угадывал неправильно. Честно говоря, я не... Ну, вот, по-моему, может быть, я ошибаюсь, боюсь соврать, но, по-моему, сейчас таким страдает только интернет-экспорер, то есть, все остальные не пытаются угадывать тип данных, но, тем не менее, xcontent type options можно сказать no sniff, то есть, типа, не пытайся угадать, если тип данных не передан, то и ладно. Вот это заголовки, ну, то есть, это как бы такой разрозненный набор фич, которые призваны бороться с какими-то конкретными проблемами, никакого глубокого смысла в себе не имеют, но знать про них надо, потому что они, ну, в том числе, обеспечивают безопасность вашего сервиса. Ура, мы с Web закончили, у нас остались механизмы безопасности Android, ну, и там еще пару слов про то, что будет потом. Я предлагаю перерыв, минут на 10 хватит, кофе не продолжим тогда. Я включу кондиционер. Что не против? Субтитры создавал DimaTorzok мигчик. Продолжение следует... 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 Что такое? Ну или зачем надо? Запустить другой сервис. А он еще может принадлежать данные приложения и сервис. Да, вот в этом заключается как раз основной момент связанной с безопасностью. То, что в интентах могут передаваться данные. Но там эти интенты можно классифицировать по-всякому, по-разному. Но для нас важно деление на то, что называется явные и неявные. Но, скорее всего, вы их слышали как implicit и explicit. Слышали когда-нибудь такое? Чем они отличаются? Неявно. Я не знаю, какое приложение в итоге будет выполняться. Ну да, какой класс будет выполнять. Но, соответственно, если он явный, то, скорее всего, у нас... А вообще, какая угроза безопасности здесь? В чем проблема с этими интентами, может быть, вы можете предположить? Ну, прям совсем свой. Ну, основное написание. Вредоносное. Ну, вот как бы да, то есть... Ну, вернее, и да, и нет. А тогда вкратце еще раз озвучить, как это все работает. Значит, есть... У приложения есть намерение выполнить какое-то действие, которое в терминах Андроида называется «интент». И есть то, что называется «интент-фильтры», то есть приложение декорирует, что оно может определенного типа интента обрабатывать. Ну, тип... Тип может быть... Там фильтры эти могут быть по типу действий или по типу данных или там еще каким-то там образом. Соответственно, какие у нас вот есть угрозы? Ну, кроме каких-то специфических прям для отдельного приложения и уязвимостей, в целом, в общем, в Андроид-приложении, да, как сущности, есть два типа угроз, связанных с интентами. Первое то, что мое предложение создает какой-то интент, и этот интент будет перехвачен не тем приложением, на которое я рассчитывала, а второе наоборот, да, что мое приложение получает какой-то интент и, не знаю, там, доверяет переданным данным или просто выполняет какое-то действие без дополнительных проверок, а по факту этот интент исходит от зловредного приложения, это вот то, что вы предложили. Да? Соответственно, если у нас явный, да, явный это что? Implicit. Ну, то есть у нас такой проблемы нет. Если мы точно указываем класс, который будет этот интент обрабатывать, то, как бы, вроде бы нет проблемы. А если не явный, тогда здесь возникает много вопросов. Что еще у нас есть в андроиде? Ну, соответственно, как быть с интентами, да, как не допустить вот этих вот двух угроз, о которых я говорила? Мы, наверное, тоже посвятим половину лекции про андроид. Ну, это вот хорошая доля всех уязвимостей андроид-приложения, она как раз где-то про это. Что нам андроид предоставляет, чтобы каким-то образом управлять вот эти связи, да, между двумя процессами в виде интентов? Что у нас есть? У нас есть те же самые permission. У нас есть то, что... Ну, как могут быть permission реализованы в андроиде? Помните? Нет? Ну, то есть есть какие-то permission, которые, как сказать, готовы, да, встроены там на интернет, на смс, на чтение телефонной книжки. В принципе, ваше приложение, если оно какие-то данные публикует наружу, оно может свой permission задекларировать, и тогда другие приложения должны будут его запросить, чтобы доступ к вашим данным получить. И также есть способ контроля за доступом к данным, основанный на подписи приложений. То есть два приложения, два разных приложения, которые подписаны одним и тем же ключом, они получают некоторые привилегии и могут запрашивать данные друг к другу. Ну, если, например, там, не знаю, есть там фейсбука, фейсбук-мессенджер, логично, что они могут как-то между собой делиться данными. Android для приложения предоставляет удобный механизм публикации данных наружу приложения, да, контент-провайдеры, вы тоже, наверное, все слышали там, сети, не знаю, там, хранилище фотографий в телефоне, какая-нибудь там, телефонная книжка, это все контент-провайдеры. Естественно, ваше приложение тоже может публиковать контент-провайдер. Ну, и, соответственно, если оно это делает, то оно должно соблюдать определенные меры безопасности, ну, как бы контролировать те данные, которые отдаются наружу, реализовывать вот этот вот механизм пермиссии, если требуется. Если этот контент-провайдер предполагает какие-то запросы на изменения, соответственно, они тоже должны контролироваться, ну, то есть там типа не позволять менять без контроля и так далее. Ну, про это поговорим. И последнее про message channels. Знаете ли вы, что такое веб-view? А вот если у вас есть приложение с веб-view, и вам нужно как-то организовать передачу данных между веб-view и приложением, кодом, который работает в веб-view и нативным кодом в Android. Как это можно сделать? Ну, ладно. Тогда, наверное, мы это тоже перенесем в лекцию про Android. А сейчас я скажу просто, что есть способ старый, ныне задеприкетченный и приносящий много проблем с безопасностью включить в веб-view исполнение JavaScript бесконтрольное. Почему это плохо? Потому что, как только вы включаете в веб-view исполнение JavaScript, то вы привносите в свое Android-приложение все уязвимости, которые есть и в веб-приложении тоже. То есть, вы получаете веб-приложение внутри Android-приложения и два комплекта потенциальных уязвимостей. Поэтому в Android-е есть фича, которая позволяет в некоторых случаях JavaScript отключить и включить нечто под названием Message Channels. Ну и, видимо, подробнее не сейчас. Ничего нет. Тогда мы вернемся на эту картинку. Предположим, у нас есть какой-нибудь... У вас же, когда был курс про Android, вы же писали, да, какое-то у вас там что-нибудь там, лабы, задания? Была бы курсовая домашка? Но это была каждый раз разная домашка или вы в итоге какое-то приложение написали? Каждый раз разное. Ну тогда нам надо придумать какое-нибудь приложение. Я не знаю. Мессенджер. Мессенджер всех устраивает. Предположим, у нас есть мессенджер на Android-е. Как вы думаете, какие вот... Ну, с угрозами безопасности веб-приложения мы вроде разобрались. А какие угрозы безопасности у Android-приложения могут быть на устройстве? Откуда они вообще могут сходить? Те же самое. Те же самое. Ну, в целом... Не хватано. Если очень, в общем-то, да. Ну, в целом, да, получается, что безопасность Android-приложения, она делится на безопасность собственно приложения, да, клиентского кода и безопасность сервиса, с которым оно общается. Про сервис пока забудем, но это отдельная песня. А получается, что безопасность Android-приложения, ну, для того, чтобы ее нарушить, нам все равно нужно какое-то еще одно вредоносное приложение на телефоне. Нам же нужно как-то там, ну, не знаю, данные перехватывать или там плохие интенды отправлять. То есть в этом смысле Android побеждает веб, потому что... в смысле безопасности. Потому что для того, чтобы нам эксплуатировать уязвимости в вебе, нам нужно, чтобы пользователь зашел на вредоносную страничку, это вообще ничего не стоит. То есть пользователь постоянно кликает по ссылкам, там куда-то переходит. А для того, чтобы эксплуатировать большинство уязвимостей в Android-е, нам нужно, чтобы пользователь установил вредоносное приложение. Что, конечно, случается, но значительно реже. То есть эксплуатация более трудоемкая. В связи с чем вопрос просто отвлечься. Как вы думаете, какое количество, ну, порядок хотя бы цифр вредоносных приложений выпиливается Google-ом, ежемесячно? Ну, порядок, я не знаю, там 10, 100, там 2 миллиона. Десятки тысяч, наверное. Ну да, вот я где-то читала 24 тысячи вредоносных приложений из Store. То есть это не то, что в принципе по интернету гуляет. То есть можно же не из Store приложения устанавливать, а в Store. Ну, то есть вероятность, есть вероятность того, что пользователь установит что-то вредоносное и уязвимость приложения будет проэксплуатирована. Она существует все равно, но сама как бы механика процесса более сложная, чем в вебе. Если говорить в целом, вот мы уже сейчас перечислили все те механизмы, которые есть у приложения для того, чтобы собственно безопасность обеспечивать, значит, как приложение может это нарушать? Оно может с как сказать, с излишним доступом публиковать данные, собственные данные через контент-провайдер, ну то есть, например, разрешать операции изменения данных, когда не нужно это делать, или не требовать пермиссий для того, чтобы вычитать или изменять данные. Оно может наоборот запрашивать само излишние пермиссии, ну как знаете, вы там скачиваете какой-нибудь будильник, а у него там список разрешений, которые оно требует там интернета, смс-ки прочитать. Почему это плохо? Потому что в приложении могут быть уязвимости, ну то есть, это нарушение вот этого принципа безопасности в глубину. В приложении могут быть какие-то изъюности, если их будет эксплуатировать, то они будут эксплуатироваться ровно с теми разрешениями, которые приложение себе затребовало. Ну то есть, если у него нет доступа к смс-кам, в принципе, то ему андроиды не разрешит их отправлять. а если доступ к смс-кам запрошен, тогда при потенциальной эксплуатации изъюности можно будет отправить смс-ку. Что это значит для нас, как для разработчиков, что не надо запрашивать пермиссии свыше тех, которые требуются для правильного функционирования приложения. Если мы регистрируем какие-то интент-фильтры, ну, соответственно, если мы факты, получается, обрабатываем запросы, которые приходят к нам извне, то здесь действует то же самое требование, о котором я говорила. Нельзя доверять данным полученным. То есть, все данные, которые приходят к нам из каких-нибудь интентов, они все должны для нас быть недоверенными, должны проходить предварительную валидацию, но в том контексте, в котором нам диктует логика приложения. Также никакие критичные для логики работы приложения или для данных пользователей действия не должны совершаться для тех интентов, происхождения которых нам непонятно. Но, к примеру, в мире андроид-приложений критичные действия это в том числе действия, которые приведут к списанию денег со счета пользователя. То есть, отправка смс это уже критичное действие, потому что это стоит денег. Или, не знаю, там, отправка на сервер каких-то данных, которые мы храним в приватной директории. Это все не должно совершаться до того, как мы проверили те данные, которые мы получили в интенте, и до того, как мы убедились, что этот интент получен из того источника, который мы планировали. если мы сами запускаем какие-то интенты для того, чтобы выполнять другие действия, мы должны максимально видом, если это возможно, то максимально однозначно формулировать, какой код эти интенты будут потом выполнять. Мы не должны передавать секретные данные в неявных интентах, поскольку эти интенты могут быть перехвачены другими приложениями. А это, в принципе, частая ошибка. То есть, например, ну, предположим, мы логиним пользователя, и дальше у нас есть какое-то следующее окно, которое, ну, если у нас мессенджер, то пользователь вводит логин и пароль, активити, там, отправляет запрос на сервер, получает ответ с каким-то там лотификационным токеном, и дальше мы должны как бы открыть следующую активность со списком чатов, мессенджер. И вот здесь мы, например, можем взять ну, если мы в этом интенте явно не указываем класс, то получается, что это опасная операция. Еще есть такой специфичный для, ну, то есть, для веба не актуальная проблема, а для любых клиентских приложений, не только для Android, работа с файловой системой. То есть, в Android мы можем сохранять какие-то файлы, есть хранилище приватное, которое может иметь доступ только приложение, есть хранилище общедоступное, есть хранилище, ну, так сразу и не скажешь, там, они кому-то доступны или нет всякие там кэши. Какие здесь могут быть проблемы? Значит, в работе с хранилищами, во-первых, ну, во-первых, мы знаем свою классификацию даток, мы же помним, что мы там классифицировали и знаем, какие данные мы можем хранить открыто, а какие мы должны хранить в секрете. Соответственно, в тех хранилищах, которые допускают доступ в третьих приложений, хранить секретные данные нельзя, а там, помимо очевидной SD-карточки, есть еще разный набор кэш-файлов, в которые данные могут случайно попасть. в том числе туда попадают, например, весь кэш запросов и ответов WebView. И второй момент при работе с файловой системой, то, что называется паст traversal, и происходит это в тот момент, когда вы пытаетесь что-то записать или прочитать с файловой системы, при этом какая-то часть имени файла у вас контролируется третьей стороной, то есть контролируется входными параметрами. Ну, скажем, вы получаете от пользователя имя файла и записываете его в файловую систему. Есть предположение, что может пойти не так в этой операции? То есть я получаю из какого-то третьего места название файла и создаю в файловой системе файл с таким названием? Ну, так как будет страшно, наверное, невалитно. Ну, близко, да. А если файл уже есть, мы перезапишем? Если файл уже существует таким именем, мы перезапишем его? Ну, вот, во-первых, да. Вы в правильную сторону думаете. Подменить какое-то приложение, которое... Я не слышу просто слова. Подменить приложение можно, которое с каким-то часто встречаюсь именно. Ну, подменить приложение, по счастью, нам не даст Android. то есть, скажем, например, если у меня на телефоне установлены одновременно Facebook одноклассники, то одноклассники в папку Facebook писать не могут. Это как бы applications unbox. но в те директории, которые приложению доступны, приложение может писать файлы. Ну, как бы уже дальше более гранулярного разделения прав доступа нет. Получается, что я могу имя файла сделать, например, ну, там, с переходами между директориями, да, со слышами и с точками. Тогда получается, что файл запишется не в ту директорию, в которую он должен записаться. Или прочитается не из той директории, из которой он должен прочитаться. Здесь, ну, очевидны два последствия. Если я читаю файлы, соответственно, я могу прочитать какой-то файл. Ну, например, в моем мессенджере есть такая функция, как приоттачить, приоттачить файл и отправить его другому пользователю. И каким-то образом третьестороннее приложение может указывать моему приложению, какой именно файл оно должно приоттачить. Тогда может так оказаться, что третьестороннее приложение указывает моему приложению, что оно должно прочитать файл из какой-нибудь приватной папки, я не знаю, там, файли с смс-настройками, из-за того, что я не проверяю имя файла перед тем, как читать. Ну и второе, как бы такое же, такая же уязвимость, но наоборот, я могу записывать файлы, не те, которые изначально планировались по логике работы приложения. Почему это плохо? Потому что есть сразу несколько разных внутренних вичей андроида, которые хранят исполняемые файлы где-то там внутри приватной папки приложения, соответственно, я могу перезаписать исполняемые файлы и тогда выполнить произвольный код на телефоне. Ну, об этом тоже подробнее при разговоре о типичных уязвимостях андроида. А сегодня какой нам из всего этого надо сделать вывод? Значит, если мы вспомним, что у нас андроид предоставляет нам не так много механизмов безопасности и про каждый из них нужно вспомнить, когда мы пишем свое приложение. Значит, первое, это работа с интентами. Второе, это контент-провайдеры, соответственно, если мы что-то публикуем, то мы должны явно указывать пермиссии, кто может читать, кто может писать. Те пермиссии, которые мы сами запрашиваем, они должны быть, ну, во-первых, задекларированы, во-вторых, это должен быть минимальный набор необходимых нам пермиссий. И если мы работаем с WebView и JavaScript-ом, вернее, если мы работаем с WebView, то мы должны при возможности минимизировать использование JavaScript-а по непонятным нам сейчас причинам, но мы их потом обсудим когда-нибудь. Вот это все про Android. Что-нибудь непонятно? Вопросы? Комментарии? А про что я не вспомнила, когда я говорила? Ну, то есть, мы говорили про механизмы безопасности, которые есть для веб-приложений, механизмы безопасности, которые есть для Android-приложений. Есть еще что-то третье, про что я еще не сказала. Как вы думаете, про что? Ну, в разделе механизмов безопасности приложений, естественно. нет, мы говорим про веб-приложений, Ну, то есть, есть механизмы безопасности, которые предоставляет веб, есть механизмы безопасности, которые предоставляет Android. есть же еще сервер, который тоже может содержать уязвимости. Ну, то есть, у нас может быть цифербезопасное Android-приложение, но уязвимая серверная часть. Но про это тоже отдельная лекция, и еще момент про передачу данных. То есть, эта часть, эта часть общая для веба и для Android-а, я ее даже нигде не написала. Соответственно, все данные, которые передаются между нашим приложением, любым веб-мобильным и сервером, они должны передаваться по защищенному каналу. Знаете ли вы, какой стандартный способ передавать данные по шифрованному каналу? Да вы точно знаете. Я не слышу просто. HTTPS. Да, HTTPS, правильно. Ну, то есть, на самом деле, протокол называется SSL. Что такое? Это просто шифровано, то есть, это шифрование поверх HTTP. По большому счету, ну, в контексте разработки, да, написания безопасного кода, про него знать ничего не надо. Ну, то есть, если вы работаете с вебом, вам про него вообще знать ничего не нужно, кроме того, что он у вас должен быть включен на сервисной стороне. Но, когда мы говорим про Android-приложение, то здесь есть способ выстрелить себе в ногу. Почему? Потому что, ну, то есть, все инфраструктурные задачи, связанные с поддержанием вот этого шифрованного соединения с правильным там шифрованием и расшифрованием передаваемых данных, в браузере на себя берет браузер и делает это за вас. А в Android-е это ответственность Android-приложения. И если вы используете стандартные механизмы и ничего не добавляете, то, в принципе, Android это за вас все сделает. Ну, то есть, оно само случится. Но есть способ стандартный механизм переопределить. И как только вы это делаете, вы берете все ответственность на себя. И здесь правильно, вернее, здесь важно понимать, если вы переопределяете какие-то методы в Android-е, которые связаны с установкой с цельсоединения, то важно понимать, что вы делаете. Например, типичнейшая, там, я не знаю, ошибка, которую всегда делают во время тестирования, поскольку тестируют на каком-нибудь там сервере без действующего сертификата SSL. Знаете, вам в браузере, наверное, видели, иногда вам говорят, что там переход на сайт небезопасен, потому что нельзя подтвердить сертификат. Типа, там, и как это перечеркнутый замочек рисует. Вот браузер вас все-таки пускает на этот сайт, а Android по умолчанию не будет устанавливать такие соединения. Поэтому программист пишет код, что типа игнорировать, игнорировать ошибки, связанные с сертификатом при установке соединения. Он пишет этот код на время тестирования, просто чтобы было тестирование удобно тестировать, и потом этот код остается в приложении навсегда. Это будет означать, что боевое приложение, которым пользуются настоящие пользователи, оно будет принимать любые сертификаты. Это значит, что там в каких-нибудь недоверенных Wi-Fi-сетях трафик пользователя может быть прихвачен и какие-нибудь секретные данные крадены. Ну, собственно, вот мы сегодня поговорили вкратце про то, что нас ждет в все оставшееся время, там вот эти 6 или 7 лекций, я не помню, сколько у нас будет. Мы будем говорить про типичные уязвимости веб-приложений, про типичные уязвимости Android-приложений, про типичные уязвимости серверной части, немножко про криптографию, чтобы понимать, как работает шифрование, в том числе SSL, и поговорим в конце про меры, которые можно применять в жизненном цикле разработки программы, для того, чтобы убедиться, что код, который мы написали, безопасный. то есть, как правильно тестировать безопасность, какие есть инструменты, как это можно автоматизировать, и как построить процесс разработки таким образом, чтобы вопросы безопасности тоже не оставались до внимания. Здесь всякие материалы, которые можно почитать, чтобы больше информации получить, если есть желание. Вкратце про то, что это. Значит, есть, во-первых, такой open-source проект АВАСП, он ошифровывается как Open Web Application Security Project, но на самом деле он уже не только про веб, он создан группой энтузиастов, они публикуют много материала, связанных именно с вопросами безопасности приложения, написанием безопасного кода. В том числе, они раз в несколько лет публикуют топ-10 самых часто встречающихся рисков веб-приложений, топ-10 самых часто встречающихся рисков мобильных приложений, и это такой де-факто стандарт для индустрии. То есть, если я, например, захочу протестировать какое-то там незнакомое мне веб-приложение, то я пойду в АВАСП топ-10 и начну вот по этим рискам просто снизу вверх, ой, вернее, сверху вниз проверять. Там много всяких статей, там же есть такой смешной проект называется АВАСП веб-год, это веб-приложение с большим количеством уязвимостей в заранее известных местах, если хочется потренироваться в хакинге, в поиске уязвимостей, то можно там его скачать, и там прям такие пошаговые инструкции, как найти каждую уязвимость. Следующий источник знаний про безопасность это Mozilla Development Network, там есть прям секция про веб-секьюрити, рассказывает про всякие крутые фичи браузеров. Ну и аналогичная штука в ой, я не указала здесь ссылку, в документации по Андроиду, в Android.com, в инструкции для девелоперов, там есть прямо секция про Secure Development Standard и про Security Tips. Там соответственно описаны те фичи безопасности, которые есть в Андроиде и как их правильно применять. Ну дальше вот эта вот ссылка на статью про Андроид Security Module очень интересная, я бы посоветовала прочитать. Ну и если хочется поиграться, то вот можно потыкать в игрушки или в инструменты, которые можно использовать для того, чтобы автоматизировать поиск удовольствий. Все на сегодня, какие-нибудь вопросы? Ну все, тогда домашки нет? Тестирование будет вести моя коллега Эмилия. Если вы были на открытом курсе по тестированию, то вы с ней знакомы. У меня все, если нет вопросов.